Газ стал движущей силой новой холодной войны, по крайней мере, так и о глобальном газовом кризисе пишет Bloomberg. Как указывает американское агентство, с начала прошлого года цены на газ в Европе выросли на 700%, то есть в 8 раз. Каковы масштабы угрозы и риски для России, сократившие поставки газа в Европу? Газ стал движущей силой новой холодной войны. По крайней мере, так и о глобальном газовом кризисе пишет Bloomberg, как указывает американское агентство. С начала прошлого года цены на газ в Европе выросли на 700%. Собеседники Bloomberg сравнивают газ с нефтью в 70-х. Рассуждают о рецессии в Европе, о масштабах угроз и рисках для России. Андрей Ромашков. Одним июньским утром на СПГ-терминале Фрипорт в Техасе начался пожар. Начинает масштабную статью о ситуации на мировых рынках влиятельное агентство Bloomberg. Плаве потушили всего за 40 минут. И это был лишь один из семи пунктов погрузки американского газа для экспорта. Но последствия инцидента были колоссальными. С тех пор цены на газ в Европе и Азии поднялись на 60%. И сегодня на европейских рынках за тысячу кубометров платят в 8 раз больше, чем в начале прошлого года. Причина в том, что Фрипорт должен был смягчить для Евросоюза удар от сокращения поставок газа из России. Пусть Брюссель планирует отказаться от российского топлива, но не раньше конца года. Поэтому страны ЕС пытаются любыми способами заполнить хранилище к зиме и готовы переплачивать. А вице-канцлер Германии Роберт Хавек сравнивает ситуацию с кризисом конца нулевых годов. Оценку озвучивает независимый эксперт Дмитрий Лютягин. Проблема в том, что процесс перераспределения может быть болезненным. И это наглядно демонстрирует ситуацию в тех странах, которые уже не могут позволить себе подорожавшее топливо. В Пакистане плановое отключение электроэнергии затрагивают целые регионы, а фабрики ЭТЦ в крупных городах работают по сокращенному графику. В Таиланде, Мьянме и даже в Китае и Индии сокращают импорт СПГ. Не говоря уже о Шри-Ланке, где власти не смогли расплатиться за топливо и заявили о крахе всей экономики. Как говорят собеседники Бломберг, значение газа сегодня можно сравнить со статусом нефти в 70-х. Это незаменимый ресурс для любого современного государства. В обозримом будущем даже Германию может ждать нормирование газа. Недавно страна объявила о переходе на предмаксимальный уровень угрозы дефицита газа, а на максимальном регулятор будет распределять топливо по значимости предприятий. Deutsche Bank прогнозирует, что это приведет к почти неизбежной рецессии в Германии. Ранее «Газпром» сократил поставки по северному потоку, сославшись на невозврат турбин «Сименс» из-за санкций. А со следующей недели Россия вообще планирует прекратить прокачку. Сообщается, что только на 10 дней для ремонта. Однако, по данным Bloomberg, в Берлине не уверены в возобновлении работы трубопровода. Перспективу оценивает руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник. Там, я вижу, прорыва никакого не ожидается, по крайней мере, пока. И тут какие-то пробуксовки, торги там за кулисы, но ничего внятного мы не слышим. Пожалуйста, есть газ, есть система «Северный поток-2». Мы готовы как резервную ее даже использовать, в принципе, да, в режиме форс-мажора. Но уже заявления посыпались таким, ну, напоминание от Кабмина ФРГ, что якобы нет сертификата, нет газа по «Северному потоку-2». То есть он не может быть альтернативой «Северному потоку-1». Вот еще момент. И, в принципе, у «Газпрома» есть основания, допустим, не запускать «Северный поток-1» после ремонта планового с 11 по 21. То есть не на декаду остановить, а, в принципе, есть основания продлиться, то есть, скажем так, сослаться на то, что, чтобы систему запустить в номинал, нужны турбины. Давайте, привозите, возвращайте на штатные места, тогда будет система работать. Такой сценарий, я думаю, тоже учитывается, сценарий «Б», да, скажем. Как пишет Бломберг, глобальные игроки прилагают беспрецедентные усилия, чтобы предотвратить или хотя бы сократить кризис. В США и Катаре десятки миллиардов долларов вкладываются в расширение возможностей экспорта СПГ. В Германии рекордными темпами строятся терминалы приема газа. Как выразились в Берлине, сначала копаете канаву, а потом приходит разрешение. А Южная Корея увеличивает квоты на иностранных работников, потому что верфи не справляются с заказами на танкеры. Однако все это займет время. По оценкам Bloomberg Intelligence, даже при таких темпах к 2026 году поставки СПГ смогут покрыть только 40% газовых потребностей Евросоюза. Жители Германии призывают к экономии электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Власти не исключают, что ситуация с топливом в стране может ухудшиться после отключения Северного потока на плановый ремонт. Как на это реагируют местные жители? Власти Германии призывают граждан к экономии электроэнергии на фоне снижения поставок газа из России. Глава федерального сетевого агентства Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Функе не исключил полного прекращения поставок голубого топлива в страну на фоне отключения газопровода Северный поток на плановый ремонт до 21 июля. Мюллер задался вопросом, не станет ли это техническое обслуживание долгосрочным политическим обслуживанием. На случай упомянутого негативного сценария владельцев домов и квартир просят проверить газовые котлы и батареи и перевести их в более экономный режим. Мюллер считает, что благодаря этому получится сократить потребление газа в стране на 10-15%. Он также предупредил, что если подача газа из России вовремя не возобновится, то многие потребители будут шокированы повышением цен на газ. Говорит главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. «Пока лето. Обычные граждане Германии не сильно сейчас обращают на это внимание. Есть более для жителей Германии насушенные проблемы. Это связано с пандемией, которая сейчас в сентябре придет и так далее. И, конечно же, на этом фоне они понимают, что все-таки будут холода, все-таки будет кризис в Германии, плюс еще подорожание продуктов. Конечно, все это связывает с Россией, с поставками нефти и газа. Но если была, наверное, в мае какая-то паника, то сейчас как таковой паники нет. Есть высказывания разных чиновников немецких о какой-то стревоженности и третье-десятое. Но, в принципе, в Германии уже начали рассматривать другие альтернативы, как можно что-то заменить и так далее. Хотя все прекрасно понимают, что сейчас резко заменить не получится, но, тем не менее, пытаются еще под комиссией сейчас работают, решают этот вопрос. И я думаю, что, скорее всего, ближе к сентябрю будут все-таки с Россией частично договариваться. Ну и будут послабления какие-то делать. Ну, то есть никто не верит до конца, что вообще подача газа прекратится из России. Да, именно так. Мало того, я хочу сказать, что, наверное, последние две недели климат к русскоязычным изменился позитивно чуть-чуть. И я заметил, что уже пошел такой маленький поток поехать посмотреть Россию среди немцев. Особенно это земля Саксония. Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». В июне ФРГ ввела второй уровень предупреждения режима ЧС по газу. Он предполагает, что коммунальные службы для уменьшения спроса смогут продавать газ по более высоким ценам. Летом прошлого года 1 мегаватт-час газа стоил для компаний 20-30 евро. Перед снижением подачи газа по северному потоку в июне – 80, а теперь цена достигла 130 евро. 14 июня «Газпром» информировал о сокращении поставок по северному потоку на 60% из-за проблем с возвратом после ремонта газовых турбин производства «Симец». В середине июня немецкий концерн подтвердил, что не может вернуть турбину после ремонта в Канаде из-за санкций последней против России. 1 июля оператор «Северного потока» «Нордстрим АГ» сообщил, что обе нитки газопровода остановят для планового ремонта с 11 по 21 июля. Говорит руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник. Каждый год у нас плановые ремонты летом встает турецкий поток, северный поток. Тут нет никакого форс-мажора. В чем проблема, я не понимаю, почему власти Германии пытаются спекулировать на этой истории. Там дело в другом. У власти Германии должна голова болеть о переговорах с Канадой. Там заминка с турбинами, я имею в виду, чтобы Газпром вывел на полную мощность северный поток. Один нужно вернуть на место турбины, которые под санкциями, не так давно введенными в Канаду. И теперь вот проблема их вернуть на место, чтобы обеспечить прокачку уже в полном объеме. Второй момент, альтернатива есть. Есть система полностью рабочая, полностью готовая. Пожалуйста, северный поток-2, дубль, близнец, пожалуйста, он может работать. Но это уже политические истории, они не позволяют таким решениям прибегнуть. Газпром же не против давать газ в заложниках все население Европы. Александр Пасечник, руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности. Между тем, власти Гамбурга не исключают ограничения подачи горячей воды частным потребителям в случае нехватки газа. Об этом заявил сенатор по вопросам окружающей среды в опубликованном в субботу интервью газете Welt Amzontag. И уже изучается возможность снижения максимально допустимой температуры в сети централизованного теплоснабжения. Также химико-промышленная компания Henkel с целью экономии газа рассматривает вариант, при котором часть сотрудников будет работать из дома. Об этом сообщил глава концерна Карнстен Кнобель в интервью газете «Райниши пост». Мы могли бы тогда сильно снизить температуру в офисах, в то время как наши сотрудники нормально отапливались бы у себя дома, сказал он. Цена газа в Европе впервые с марта поднялась до 1500 долларов за 1000 кубов. Этому предшествовали заявления Берлина о полноценном газовом кризисе в Старом Свете, угрозе коллапса. Италия уже призвала в ближайшие недели провести чрезвычайный саммит ЕС по энергетике. Не рискует ли Европа остаться зимой без газа? Цена газа в Европе впервые с марта поднялась до 1500 долларов за 1000 кубометров. Скачок произошел после заявления Берлина о полноценном газовом кризисе в Старом Свете, угрозе коллапса рынка. По данным европейских СМИ, Италия призвала в ближайшие недели провести чрезвычайный саммит ЕС по энергетике о рисках для Европы Андрей Ромашков. Европа готовится к долгой и холодной зиме. В Германии опасаются, что сокращение поставок газа из России, которое Москва объясняет техническими и санкционными причинами, закончится полным прекращением транзита, пишет Блумберг. Как заявил в четверг глава немецкого Минфина Роберт Хабек, даже если мы этого еще не почувствовали, мы уже в состоянии газового кризиса. По оценкам ведомства, без дополнительных мер страна не успеет заполнить хранилище к зиме, поэтому в четверг Германии был введен предмаксимальный уровень угрозы дефицита газа. Это ослабит ценовое регулирование, и газовые компании смогут перенести дополнительные издержки на потребителей. Как сообщает БНН со ссылкой на LatvEnergo, цены на электричество в Германии и других странах Северной Европы только за май выросли на 50%. Однако, по словам Хабека, без повышения цен немецкие газовые компании ждет коллапс, сравнимый с крахом Lemon Brothers, за которым последовал глобальный экономический кризис 2008-2009 годов. Готовы ли жители Германии затягивать пояса? Рассказает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко. Сейчас чуть не каждый день слышат от немецких политиков, что, пожалуйста, меньше используйте газ, делайте отопление поменьше и так далее. Безусловно, это жители Германии очень сильно раздражает. И разделились люди на две категории. Первая категория – это те, которые говорят, ладно, мы потерпим, то есть и так далее, но мы будем независимыми. Это такое 30 соотношений и, так скажем, 70 соотношений, которым это все не нравится. И так как идут постоянно какие-то банкротства маленьких фирм, больших заводов и так далее, и люди очень-очень возмущены, потому что все понимают, что в сентябре и цены повысятся на все, и, конечно же, все ждут зиму и понимают, что зима будет холодной. Поэтому есть настроение очень категоричное. Просто из-за того, что сейчас Германия отпуска, не сильно это все продвигается. Хотя в социальных сетях немецких этот вопрос задается каждый день. Каждый день люди возмущаются, пишут взрослые комментарии и так далее. Германия обвиняет Россию в искусственном сокращении поставок газа, называя это экономической атакой на Евросоюз. Москва настаивает, что прокачка ограничена по техническим причинам, которые обусловлены западными санкциями. На прошлой неделе «Газпром» сократил поставки в Германию по северному потоку на 60%, сославшись на удержание Канады и газовых турбин «Сименс». Итальянские власти также сообщили о сокращении транзита на 15%, но Рим пока не планирует повышать уровень газовой угрозы. В правительстве считают, что ситуация в стране гораздо лучше, чем у остальных. Тем не менее, по данным итальянской АНСА, премьер-министр Марио Драги в четверг призвал ЕС в ближайшие недели созвать шрезвычайный саммит по энергетике. О масштабах кризиса говорит замгендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Ситуация действительно серьезная и тревожная. Европа уже вела эмбарго на уголь, который вступает с августа. Российский ограничил импорт нефти. С газом происходит, можно сказать, самопроизвольная эскалация. И косвенное воздействие со стороны санкций ограничило потоки газа через Ямал-Европу. Известные события ограничили поставки через Украину. И вот сейчас канадские санкции против «Газпрома» сказались на обслуживании важных агрегатов газопровода «Северный поток», крупнейшего маршрута доставки российского газа в Европу и, естественно, в Германию, который обеспечивал очень значительный объем, более 10% всего рынка Евросоюза. Сейчас он работает всего лишь на 40%. Перспектива, если проблема не будет решена в обозримом будущем, он может прекратить прокачку газа полностью. Евросоюз надеялся заместить российский газ во многом за счет Катара, но переговоры зашли в тупик. Как пишет Блумберг, Доха настаивает на 20-летних контрактах по поставкам СПГ в Евросоюз, а европейские страны считают условия слишком жесткими. По данным Брюсселя, газовый кризис уже затронул как минимум 12 членов Евросоюза. В четверг ситуацию прокомментировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Как вырезался чиновник, Европа должна быть готова к очередным проблемам с газом, поскольку зима в плане газоснабжения будет сложной. На возобновляемой энергии до 45% к 2030 году, чтобы отказаться от российских энергоносителей, Брюссель объявил новую энергетическую стратегию Евросоюза. На нее хотят потратить 300 миллиардов евро за 8 лет. Насколько реалистичен такой план? Новая энергетическая стратегия Евросоюза. Брюссель официально объявил в среду, что начинает масштабную модернизацию европейской энергетической системы. Там намерен увеличить долю возобновляемой энергии до 45% к 2030 году. На модернизацию планируется потратить 300 миллиардов евро. Конечная цель полностью отказаться от российских энергоносителей. Насколько план реалистичен? Каковы шансы с вложиться в заявленные сроки? Об этом Андрей Жвербес. План, обнародованный в среду, получил название Repower EU, что можно очень приблизительно перевести как «новая энергия для Евросоюза». В настоящее время от 40 до 45% потребляемого на континенте газа поступает из России. В абсолютных цифрах это 155 миллиардов кубометров. К 2030 году предполагается сократить объем потребления именно на такую цифру. Пока что утверждается, что в течение текущего года может быть уже проведено почти две трети от этого сокращения. Если идея полного отказа от российского газа в принципе реализуема, поставленные временные рамки выглядят менее правдоподобными, считает независимый аналитик Дмитрий Лютягин. Быстро найти альтернативу российскому газу. Это только жиженый природный газ из Катара, из Соединенных Штатов, из Австралии. С учетом возможности расширить мощности производства. Процентов 5-10 от объемов, которые они там производили. Из-за разгара пандемии в азиатском регионе, азиаты в меньшей степени потребляют жиженый природный газ. Но это, наверное, процентов 15-20 российского газа, который поставляется. Если же мы говорим про среднесрочный горизонт планирования, то вот этим вот производителям придется осуществлять инвестиции в расширение своих мощностей. И в самой Европе придется добавлять инвестиции и осуществлять проекты, связанные с регазификацией. Дмитрий Лютягин считает, что снизить зависимость от российского газа наполовину Европе удастся в срок от 2 до 4 лет. Если же говорить о трубопроводных проектах, которые позволят доставлять в Европу газ из Африки и Средней Азии, и отказаться от российского газа полностью, на это потребуются еще более значимые инвестиции и еще более долгий срок на их реализацию. Другая мера, которую объявил Брюссель, это снижение к 2030 году потребления энергии за счет экономии от 9 до 13% от нынешнего. То есть строительные нормы, касающиеся теплоизоляции новых жилищ, которые в ЕС теперь и так достаточно жесткие, будут ужесточены еще больше. Кроме того, за это же время планируется увеличить долю возобновляемой энергии в европейском энергобалансе с 40 до 45%. Для достижения этой цели ЕС собирается удвоить долю крыш зданий, облицованных солнечными батареями, а главное упростить процедуры строительства ветряных электростанций. Если это ему удастся, то в результате от этого со временем выиграет и Россия, уверен председатель Российской ассоциации ветроиндустрии Игорь Брызгунов. Поскольку территория, на которой строятся ветропарки, она, как правило, большая, в Европе она очень плотно заселена и у каждого участка земли свой владелец, то, наверное, упрощение процедур – это разрешительная система от органов власти и регуляторов. Есть определенные технологические требования. Если Европа еще дальше хочет ее упростить, то, конечно, это с точки зрения развития возобновляемой энергетики можно только приветствовать. Нам плюс, поскольку мы тоже сможем в дальнейшем применять те технические решения, которые будут результатом развития отрасли вследствие упрощения процедур разрешительных. Ожидается, что в ближайшее время Еврокомиссия предложит поправки в законодательство, которые сделают обязательным заполнение подземных резервуаров для хранения газа в ЕС к 1 октября каждого года не менее чем на 90% от их емкости. Германия готовится ввести режим аварийной ситуации за проблем с поставками газа. В стране уже объявлена первая степень готовности, обязывающая федеральные сетевые агентства отчитываться об имеющихся объемах топлива. Ранее первый уровень режима предупреждения ЧАЭС по газу ввели Дания, Австрия и Нидерланды. Германия готовится ввести режим аварийной ситуации за проблем с поставками газа. Об этом сообщила газета «Вельц». Ссылка на источники в правительстве ФРГ. В республике уже объявлена первая степень готовности, обязывающая федеральные сетевые агентства отчитываться об имеющихся объемах газа. Вторая степень даст властям право рекомендовать компаниям экономить энергоресурс. Первый уровень режима предупреждения ЧАЭС по газу уже ввели Дания, Австрия и Нидерланды. Последние сняли ограничения на работу угольных станций. В Амстердаме рассчитывают на то, что это позволит экономить 2 миллиарда кубометров газа ежегодно, пишет рейтер. Датское энергетическое агентство заявило, что готовится использовать аварийные запасы газа в зимний период. Комментирует заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фрайлов. Я напомню, что и Нидерланды, и Дания отказались от покупок российского газа по рублевой схеме. Но, что самое интересное, они получали этот газ через северный поток. Ну и, соответственно, они, видимо, рассчитывали на то, что продолжат покупать российский газ, поступающий через северный поток у своих немецких контрагентов. Что, в принципе, было достаточно разумно и, возможно, давало одники политические очки в текущих условиях. И плюс непосредственно Германия, которая также зависит от поставок из северного потока. Я бы про другое здесь сказал. Про то, что немецкое руководство не уверено в разговорчивости своих канадских коллег. И немецкое руководство не готово реализовать самый технически простой способ обойти текущие кризисы условия. Запустить северный поток 2 или выдать хотя бы разрешение на временную коммерческую эксплуатацию этого газопровода. Европа уже сокращает потребление газа, притом сокращает под давление высоких цен. Сейчас цены снова начали расти. Это означает опять усиление этого давления. Даже без любого режима экономии. А режим экономии, ну, скорее всего, в случае острой фазы газового кризиса, режим экономии будет сначала распространяться на потребителей с виде населения. Возможно, будут сокращены поставки на электростанции. В последнюю очередь будут сокращаться поставки промышленным предприятиям. Хотя сокращение спроса со стороны промышленности является рекордным. По крайней мере, если исходить из общей европейских показателей. Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов на прошлой неделе «Газпрома» в три раза сократила прокачку газа по северному потоку. В российской компании это объяснили проблемами с двумя турбинами. Глава немецкого Минека Хабек усомнился в том, что их нехватка повлияет на прокачку топлива через поток, назвав решение «Газпрома» политически мотивированным. Ожидается, что лидеры европейских стран уточнят свою позицию насчет российского газа на саммите ЕС 23-24 июня, а затем озвучат решение на встрече «Большой семерки» в конце недели.